ролан темпе спасибо большое за донат с текстом этот парень актер раньше снимал чат-рулетку в видео перезаливе а видео перезалили так как его канал украли такие он раньше снимал эксперименты может даже бахнуть на запись давай запишем ты сладкий у меня пробовал на вкус что ли сладкий все такая прическа шарфель повязал очень голос голос что у вас нет не служил ну понимаешь что уже не по мужски если на эту пошла друзья всем привет меня зовут женя токарев я смотрю youtube они телевизор видео которое вы сейчас посмотрите немного отличается от предыдущих это один разговор с компанией молодых людей внутри которой в процессе разговора происходит раскол мнений причем кардинальный окей без лишних слов погнали ты сладкий у меня пробовал на вкус что ли сладкий вот тебе видно зачем ты так ведешь ты же мужчина должен быть все такая прическа шарфель повязал вообще голос голос что я говорю волосы значит давай гавкой на те какая разница во что я одет и как я выгляжу как и разговариваю за народ русский понимаешь такие как ты здесь нахладе ты хочешь поговорить за русский народ в каком году крещение руси было ну а ты ты сам ты сам не истории русской не знаешь ни хрена ты не учитель моей истории эти я просто говорю зачем так делать смысле и мне так мне так нравится я я я так себя ощущаю хорошо 50 не знаю подтянуть раз десять наверно подтянуть ну подтянешься или ты просто говоришь или отожмешься или просто говоришь блять пиздец это немало вершин слабая вершин это полтинник отожмешься на самом деле я извини не обязан тебе доказывать это я это мне спросил я тебе ответил маме привет передай скажи щи хуйня то есть тебе тебе хватает ума переходить на личности и втягивать родственников да только так ты со мной разговариваешь ты разговариваешь со мной дядь не юли ты мне не можешь обосновать за что за челку на какая тебе разница когда у меня челка как раз как у меня шар подожди я могу сказать что ты похож на пидорка как я себя ощущаю понятно спасибо большое за донат я похож это не смотри это твой бодрятнический стереотип ты понимаешь это это стереотип какой стереотип быдлятнический почему ну потому что ты ведешь себя как быдло ты судишь человека по внешнему виду не знаю и не думая что у него внутри так мне похуй золотые слова и быть что за что вы где живете вы живете вы живете в девяностых что ли что сами ребята дядь я был в владимире несколько раз в владимире прекрасный храм покрова на нырли находится что это что у меня внутри что у человека внутри бывает иногда это как-то типа я за это должен получить что ли если я вот никого не трогаю это называется на самом деле это челка тон речи какой тон речи обыкновенный тон речи что тебе в моем тоне не нравится вот этот он речи вот это пацанский тон речи в чем в чем тон речи заключается это же тоже стереотип какой-то определенный стереотип да нихуя не стереотип ты в армии служил? нет не служил почему? а тебе сколько лет? мне двадцать семь лет ну блять понимаешь ты уже не по мужски если на эту пошла русские мужики да издавна блять они воевали всю жизнь были в армии понимаешь? блять чё ты знаешь о русских мужиках долбоеб ты даже блять даже не ругнул вот блять вот кто тут на первый раз тебе блять кто это дед рассказал? о здорово гомосек блять ну ты видишь? ну блять ты не один такой на самом деле ну знаешь скажи по этому человеку что он блять там выглядит женственно ну то что ты не один такой ебать а занимаешь личинки которые блять трупы жрут они тоже блять он не один такой там сидит в могиле говно там жрят всякая или ну FOC и над говном летает она тоже не одна такая над говном летает блять ну скажи да чувак геи не выгодят женственно это σтереотип сломать какой-то сейчас короче — Нет, смотри, это... — Да, что там, что там женщины? — Женщины. — Чувак. — Привет. — Привет, привет. — Дай поговорить всем. — Егор, я не буду голословным, но, блин, не разделяю я позиции ваших пацанок. — Дорога, поделайте. Человек... — Да, ну послушаем, давай. Человек в праве выбирать. — Я тебя понял. Я разговариваю. — Вот, смотрите, саму поводу. — Так что частично я вашу позицию поддерживаю, милый человек. — А по поводу? Сейчас просто немножко... Фраза вырвана из контекста. — Вот как касаемо мнения ребят о твоей сексуальной ориентации. — Ну, то есть... — Я вообще человек толерантный, и как бы, ну, блин, это дело каждого, понимаешь? Это право личного. — То, что, грядь, ну, вверху, если... — То, что нормальный пацан, мне кажется, не будет там. Такую челку, значит, да? — А что такое нормальный пацан? Где есть норма? Вот объясните мне, что такое норма? — Ну, смотри. Норма, во-первых, у каждого своя, правильно? — Посмотри, моя свобода, это моя свобода. Грубо говоря, ты... — Ты своим понятием нормы ограничиваешь мою свободу, а это уже неправильно, понимаешь? — Нет, верните, а тут прям... — Егор, это так. — Я говорю, ты своим понятием нормы ограничиваешь мою свободу, а это неправильно, понимаешь? — Его очень сложно переубедить, потому что он со своими убеждениями и... — Нет, ну вот ты... Вот представь, вот если бы у меня были убеждения... — А что он на него-то уже бычит? — Например, бить семилетних детей. — Ну вот, прикинь, вот все дети, которым есть семь лет, я их бью. У меня такие убеждения. Это абсолютно те же убеждения, например, у твоего товарища, когда он говорит, что если человек носит прическу, какая ему не нравится, значит, он пидор, значит, он бы мне всек. — Ты представляешь? — Нет, Базарин... — Разоррался, педик! — Ау-ю-ю, ё-ка, просто, блядь, я тебе говорю, что ты женственный, нахуй. — На самом деле, я блогер. Я снимаю социальный эксперимент такой. Я общаюсь в таком образе с людьми. И, собственно, реакции людей, вот как твоя реакция, она ужасна и отвратительна по своему принципу вообще. Что ты начинаешь агриться на человека, ну, не поняв, кто он на самом деле. Вот твой товарищ, с которым мне помянули, посчастливилось пообщаться. У него светлый ум, на мой взгляд. То есть, у него какое-то, ну, аналитическое мышление, что ли. — Как тебя в этом ютубе найти? — Женя Токарев. — Давай, Женя, удачи. Возможно, я ошибаюсь, но, по-моему, нам с вами понемногу, но удается сдвинуть этот неподъемный камень глупости стереотипов с мертвой точки. Короче, как сказал герой одной моей любимой книги «12 стульев» Остап Бендер. Тут дело не в том, что стереотипы не стереотипы. То есть, если есть у тебя стереотипы, то, блядь, ну, радуйся им и так далее, они иногда верны, иногда стереотипы берутся не на ровном месте и имеют смысл. Но, блядь, держи их при себе, то есть тебя ебать не должно. Тут дело не в том, что стереотипы или не стереотипы, а в том, что просто человека не должно ебать, как выглядит другой человек. Особенно, блядь, если ты сам такой дохуя не гей, тебя вообще не должно парить, как выглядит другой мужчина. Как и другая женщина, в принципе, это, блядь, не твое дело. Лед тронулся. Просто с мужчиной особенно. Если женщина тебя может волновать в том смысле, ну, то есть ты не можешь претензий по этому поводу высказывать, тебе может нравиться или нет. Ну, с мужчинами тебе вообще не должно даже там нравиться или не нравиться. Но мужчин тебе должно быть по хую, если ты не гей. Как они выглядят. Это вообще не твое дело. А то, что я сделаю сейчас, это не для того, парни. Это для вас. Ну, чтоб я не был голословным. Музыка из ютуба. Из премьеры. Музыка. Вот так же он на мужике лежит его. Ну, кстати, да, как психологический диссонанс вот этот сделать, это прикольно, да. Турника дома нет, но я подтянусь, это не проблема. С вами был Женя Токарев. Ну, только толку, ну какая разница, может или не может подтянуть. Пока. Чувак, блядь, базарит за русских, не зная про крещение Руси, там, и не зная в своем городе, что там у них по храмам и так далее. Уже смешно. Спасибо за донат.